Екатерину Шорозову! Добрый день, лучшие люди Земли! Как ваше настроение? Сейчас будет еще лучше. У меня для вас есть классная новость. Я последний спикер перед обедом. Радостная новость, да? Ну что, как вы вообще себя чувствуете? Как чувствуете? Да, так здорово, что у нас полный зал до самого окончания вижу. Ребята, разворачивайтесь ко мне. Я сейчас будет, мы с вами сейчас и пообщаемся, и практика у нас будет. И скажите, пожалуйста, те, кто меня не знает, поднимите руки, кто меня вообще первый раз в жизни видит. Интересно. Ну что, будем знакомиться. И, кстати, может быть, если есть желание, может быть, пооткрываем дверь, чтобы вам было более комфортно. Нет? Нормально? Холодно. Ну все, давайте. Если что, вы знаете, там можно подойти и попросить открыть. Давайте, прежде чем я начну свою тему, я немножко расскажу о себе. Потому что я вижу, что есть люди, кто меня не знает. Зовут меня Екатерина Шорохова. Я из Тюмени. В бизнесе я с 2015 года. Вот 9 лет недавно было, в июле, как я занимаюсь этим бизнесом. А вообще я больше 20 лет, как сказал Арман, вообще работаю с предпринимателями. Так случилось, что я вообще росла в семье предпринимателей. Потом 12 лет я была в найме. Работала с предпринимателями города Тюмени. Размещала их рекламу на телевидении. Ну и последние 9 лет занимаюсь бизнесом UDS. Это на сегодняшний день мое основное направление. Это так немножко о себе. Кто хочет узнать меня поближе, вы можете найти меня в соцсетях по моему имени и фамилии. Ну что, давайте будем начинать тему. Четыре секретных языка. Так как я веду переговоры уже больше 20 лет, мне же хочется больше эту тему исследовать, в ней больше развиваться. Я пришла к выводу о том, что обычные переговоры, стандартные, по скрипту, почему мы в основном новичков учим, они, может быть, не имеют столь классного эффекта, нежели переговоры, когда мы начинаем более интуитивно их вести, более индивидуально. Всем же нам нравится, когда к нам находят индивидуальный подход. Вот знаете, там звонят по телефону и что-то предлагают с криптом, даже разговаривать не хочется. А когда к тебе какой-то индивидуальный подход, по имени тебя еще назовут, то это, конечно, гораздо интереснее. Так вот, к какому выводу я пришла? Что вообще у нас в бизнесе развиваются разные скиллы. Есть так называемые хард-скиллы, когда мы учимся делать звонки, проводить встречи, закрывать сделки и так далее, делать промоушен, рисовать маркетинг-план. А есть софт-скиллы, то есть мягкие какие-то скиллы. И вот сегодня мы с вами будем как раз-таки обучаться мягким скиллам в переговорах. То, что я сегодня буду вам рассказывать, это на самом деле просто мои наблюдения, мой опыт. То есть я делюсь тем, что я сама это делаю, как сама проживаю. Сегодня я дам базовую тему по четырем цветотипам. А у меня есть еще вторая часть этого обучения. Там уже конкретно как закрывать сделки. И, возможно, на каком-то из обучений, может быть, онлайн я эту тему дам. Ну что, поехали? Значит, есть такая классная фраза «Нет контакта, нет контракта». Согласны? Кто согласен? Поднимите руку. Сто процентов. Если у вас не налажен коннект, а мы же с вами как работаем? Мы работаем по теплому окружению. И с теплым окружением тоже нужно выстраивать отношения. Иногда это может быть месяц, иногда даже год. Но нужно добраться терпения, так как мы с вами пришли в бизнес не на спринт, а мы пришли в марафон, то есть в долгую играть. Нам нужно добраться терпения. И те, кто набирается терпения и выстраивает долгосрочные отношения, там, знаете, правила семи касаний, тот в конечном итоге и выигрывает. Потому что так или иначе человек, если вы с ним выстраиваете классные отношения, он все равно придет к вам. И вот эта история с soft skill, то есть с эмпатией, то есть это история про то, чему мы сегодня будем с вами обучаться. Это про то, как чувство человека, в том числе и на энергетическом уровне. Вы знаете, я тоже увлекаюсь и психологией, и телесными практиками. Что я стала замечать? Я на уровне тела начинаю людей считывать совершенно по-другому. Знаете, бывает, ты подойдешь, обнимешь человека. Вот с кем-то хорошо обниматься, да? И прям чувствуешь тепло. А с кем-то, ну, типа, давай скорее. Ну, уже хочется скорее эти объятия разомкнуть. И на самом деле, когда вы ведете переговоры, вы можете даже очень круто знать маркетинг-план, вы можете там, не знаю, подробно рассказать, открыть консоль, кейс какой-то крутой, да, показать. Но люди считывают вас на энергетическом уровне. И вот эту вот историю мы сегодня, мы можем с вами научаться этому, сегодня как раз мы это будем делать. И смотрите, что я заметила, какую интересную вещь. Представьте, что, ну, я такую аналогию проведу, представьте, что ваш кандидат, а все, наверное, да, даже кто гостин, наверняка кто-то с кем-то общается, переговоры проводит. То есть моя тема будет полезна абсолютно каждому человеку. Представьте, что кандидат, с кем вы общаетесь, это дверь. И вам нужно эту дверь подойти и открыть. И у вас есть связка ключей. Что бывает, особенно на старте, особенно у новичков? Новичок подходит к двери, открывает одним ключом. И вот он не меняет, просто открывает, а дверь не открывается. Почему? Потому что он подобрал, ну, не тот ключ. Ключ нужно подобрать. И вот мы сегодня эти ключики как раз-таки с вами будем учиться подбирать. Так, это назад. Слышите? Немножко рано. Вот. И это будет вся история тоже связана с эмоциональным интеллектом. Кстати, это вот одна из тем, которые сейчас меня очень увлекают, потому что тоже тема, эмоциональный интеллект связан с нашей темой сегодняшней. И вот как раз-таки мы будем учиться находить ключик к абсолютно каждому человеку. Кто хочет находить ключик и открывать дверь? Каждая переговора. Вот сейчас будем это делать. Наверняка кто-то из вас слышал теорию четырех цветотипов. Кто слышал, поднимите руку. Опустите. А, нет, держите те, кто ее уже использует в своих переговорах. О, прикольно. Я знаю точно, вся моя команда использует. Я вообще, честно говоря, я вообще не работаю, я не выхожу на трехсторонний диалог со своим партнером, если он мне не обозначит цветотип нашего кандидата. Вот это мои такие правила, потому что это очень сильно помогает в переговорах. Так вот, эту теорию когда-то придумал Том Шрайдер, это очень известный предприниматель, долларовый миллионер, американский, в общем, известный товарищ, который написал много книг по партнерскому бизнесу. И он вот такую теорию создал, теорию четырех цветотипов. О чем же эта теория? Значит, что он говорит? Он разделяет людей на четыре психотипа. Значит, сейчас мы по каждому подробно пройдемся. Значит, есть синие, красные, зеленые и желтые люди. Кстати, знаете, вам хорошо видно? Потому что мне даже близко как-то очень сильно светит. Вот. А, экран есть. О, точно, супер. Вот. Ну, давайте тогда, собственно говоря, пойдем по цветам. Итак, зеленый цветотип. Ой, это вообще на самом деле такие классные ребята в нашем бизнесе. Вот я хочу сказать так, что сейчас все, кто выступал вчера, сегодня, завтра будут выступать, это все либо зеленые, либо красные. Вот. Зеленые, кто такие зеленые люди? Ну, давайте начнем, я сейчас буду рассказывать характеристики каждого, да, вы можете себе фиксировать. Давайте начнем с внешнего вида. Зеленые люди это очень аккуратные люди. Вот. меня несколько людей, они прямо, представьте, в костюмах. То есть костюм, рубашка, значит, там, жакет, что-то еще. И вот такое чувство, что они, я не знаю, то есть, там, может, с собой утюг носят, я даже не знаю, то есть, они настолько аккуратные, что кажется, что вот он только свеженький вышел из квартиры. это люди аккуратные, они всегда пострижены, то есть у них там всегда прическа, ну, конечно, там девушки, если-то они всегда там при макияже, как-то там выглядит классно, там, маникюр и так далее. Вот. И, но на самом деле, эти ребята, они не особо внешностью своей ярко выражаются. Ну, то есть они могут быть, там, темно-синее что-то надеть, там, черное, да, или какую-то однотонную историю. Вот. Значит, и если говорить про зеленый цветотип, про внешность, то это люди достаточно скромные. Вот вчера, если вы помните, да, у нас зал немножко по-другому располагался, и вот зеленые люди, они сидели в самом конце. Знаете, почему? Потому что это люди, которые во всем сомневаются. И они, знаете, так смотрят со стороны, так еще, ну, обычно так руки складывают. Сейчас давайте слушайте, давайте рассказывайте, и я сейчас на вас посмотрю. Вот. Это люди, которые в основном работают, да, по профессии, там, с цифрами, с какой-то аналитикой, это экономисты, бухгалтера. То есть люди, которые любят что-то анализировать и просчитывать. Значит, ну, здесь, да, написано. Но в чем их, то есть у каждого, смотрите, у каждого цветотипа есть свои плюсы и минусы. Вообще, на самом деле, в каждом из нас есть все цвета. Просто есть доминирующие цвета, а есть такие, знаете, ну, так немножко, они находятся в тени. Вот. Ну, я еще какие-то потом дальше будут моменты в проброс говорить. Сейчас просто очень много информации. То есть зеленый цветотип, это люди логики, которые просчитывают. Вот давайте так сейчас скажу. Зеленые люди, в основном, когда заходят нам в бизнес, они читают партнерское соглашение, они читают этический кодекс, они смотрят все кейсы. Кейсы. Представляете, даже у них бизнеса нет, но они смотрят кейсы предпринимателей. И вот с такими людьми тоже нужно по-особенному вести переговоры, но сегодня не об этом. То есть это люди, которые, им нужно четко разобраться, по полочкам разложить, чтобы все было понятно. В основном, это отличники, люди, которые глубоко в чем-то разбираются. И есть такая фраза, да, горе от ума. То есть они очень-очень много думают. Очень много думают. Вот вы пришли на встречу, и с вами зеленый человек, он будет задавать вам тысячу вопросов. А что тут, а сколько скачиваний, а сколько, значит, активных пользователей в Тюмени, а сколько там вот там еще. А ну-ка покажите. У меня один раз, знаете, какая была встреча, ко мне на встречу пришел человек, второй раз, зеленый. Он распечатал партнерское соглашение, подчеркнул, значит, какие-то пункты, и сидел, меня, значит, мучил. А вы-то знаете, а вы-то наивные, да? О, классно, он там смотрит, сейчас будет разбираться. Так он сразу на вид пакет зайдет, он же разбирается во всем, да? А ему просто хочется поблистать умом. Да? Ему хочется просто выпендриться. Ну, что я самый умный, сейчас я вас тут всех разоблачу. Такое тоже бывает. Вот. И, знаете, если, например, опять же, придет человек такой на переговоры, можно что сделать? Вот вы увидите, он приходит, например, у него там сумка, ключи, там что-то еще, он задится на стол, он очень аккуратно все разложит, без бардака, все должно быть. Придется, снимет, значит, пальто, повесит аккуратно на плечики, да? То есть не будет там что-то бросать. Ему важно, чтобы вот все было четко и классно. Перфекционизм, да, это называется, перфекционисты. Вот. И на самом деле я хочу сказать, что в нашем бизнесе зеленые люди, они прямо на вес золота, потому что если вот такой человек разбирается в вашем предложении делать с нами бизнес, поверьте, он лучше всех будет знать. Бинар, он будет знать все какие-где вознаграждения, что там в партнерском соглашении, в каком пункте находится, будет знать все. И это очень круто, потому что, ну вот сейчас об этом буду чуть позже говорить, это очень круто. Люди системы, им понятно, четко. Знаете, вот тут есть у нас один топ-лидер, я не буду его палить, он сидит, я вижу, записывает, за каждым там какие-то схемы рисует, и вот у них в голове просто вот какая-то должна быть схематическая картинка. в том числе, я больше чем уверена, что у нас же аналитика есть в бэк-офисе для партнеров. Они как раз таки смотрят на, и заглядывают, а что там и как, и так далее, и так далее. Вот, зеленые люди, еще, ну давайте сейчас я там немножко кое-какие будут сравнительные моменты проговаривать. То есть наберитесь терпения, зеленые люди быстрых решений не принимают, они будут изучать, видео смотреть, вы один раз их вывели на переговоры с куратором, второй, третий, я помню, у меня один из первых был личников, целый месяц, я думаю, да господи, а он, значит, пришел на форум, пришел на презентацию, с куратором пообщались, вот он что-то ходит и спрашивает, и спрашивает, я думаю, да господи, да сколько уже можно, да, потом раз зашел, сразу на вип-пакет, кстати, посчитал, хорошо, математик, вот, значит, поехали дальше, синие люди, кто такой синий, синий цветотип, синие люди, нет, это никак не связано с напитками, вот, это люди, давайте по внешности, это люди очень яркие, вот, если они зайдут в зал, вы сразу все обратите внимание, вы скажете, о, как он классно выглядит, то есть люди к себе привлекают внимание, им важно, чтобы на них смотрели, а это яркие личности, в основном, это творческие люди, ну, если говорить по профессиям, это могут быть, не знаю, там, музыканты, артисты, ну, на самом деле, синие люди могут быть где угодно, но, навряд ли там бухгалтера, но вот это люди, которые любят путешествовать, да, которые много снимают, которые работают в соцсетях, тоже все время что-то снимают, вот как вы сейчас, ну, вы для другой цели снимаете, вот, и это люди спонтанные, они, кстати, очень быстро принимают решения, их суперсила, вот если у зеленых суперсила, они все просчитывают, у них система есть в голове, то у синих это коммуникабельность, если к вам в команду попал синий человек, у него будет самый большой список, а вы уже знаете, что с этим делать, да, это круто, если он попадет куда-нибудь, не знаю, на Мальдивы, он перезнакомится со всеми, да, то есть это люди, которые очень любят общаться, и они очень много говорят, 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 знаете такие, знаете таких, их не заткнуть, и у них всегда на что-то история, кстати, вот сегодня все, кто пришел не вовремя, это свиньи люди, потому что что они вчера делали? Они отдыхали, обменивались, ну конечно, они вчера отдыхали до пяти часов утра, я сегодня вообще просыпаюсь в пяти часов по Тюмени, это семь, не слышу, там кто-то идет, и я понимаю, что это не на спорт люди идут, то есть это они как с какой-то вечеринки возвращаются, по-разному же, каждый за своим приезжает, даже здесь сейчас каждый за своим, вот, и это люди энергии, это моторы, за которыми там, ну вот, люди, которые заводят движение, вот, что еще про синих можно сказать, ну, это люди, которые любят разные хобби, ну, например, там, не знаю, знаете, нейрографика, да, порисовать, вот это вот все, что еще, это из таких популярных вещей, вот, они любят там, не знаю, фотографировать, вообще, они любят природу, погулять любят, да, там, лес, кто-то вообще даже не смотрит туда, а вот фотографирует, смотрит, как красиво, какая чудесная природа, да, вот, и их вот как раз-таки, это классные ребята, на самом деле, потому что они задают энергию, все в вашей команде зеленые, ужас, да, и тут раз синий, все движуху задал, всех организовал, кстати, это еще и люди, очень крутые организаторы, да, вот, делегировать им организацию, это прямо сейчас самое, то они очень легко с этим справятся, они прямо в этом большие молодцы, вот спокойно можно это делать, значит, дальше, кто такие желтые люди, это следующий цветотип, ну, это люди души, да, по-другому, люди души, если говорить про внешность, они, скорее всего, больше относятся к, ну, похоже на зеленых людей, потому что они особо не, не хотят отсвечивать, потому что их, ну, как вы знаете, их позиция в жизни радует других, вот, они всегда готовы помочь, это помогаторы, кто-то там руку поднимает, помогаторы, наверное, вот, это люди, которые готовы всегда помогать, если говорить про профессии, то это, знаете, такие профессии, которые, ну, те же там врачи, да, учителя, то есть люди, которые несут что-то полезное в массы, они всегда хотят помочь, вот, и если говорить про, например, вот вы пригласили желтого человека на презентацию, да, в бизнес, ну, пригласили в свой офис, он обязательно придет, обязательно, потому что он не хочет вас подбодить, а вы расстроитесь, а он расстраиваться не хочет, понимаете, если, например, вы зайдете в лифт, и лифт переполнен, как вы думаете, кто выйдет первым? Выйдет желтый, ну, как бы, пусть люди едут, кстати, желтые тоже сидят обычно в конце, почему? Ну, чтобы остальные тут видели, ничего, я как бы тут тихонечко сзади посижу, главное, чтобы вот там впереди ребята сидели, но на самом деле это классные люди душевные, кстати, они любят обниматься, они, эти люди полны любви, полны эмпатии, они любят обниматься, знаете, таких, кто любит обниматься, вот, а зеленые обниматься не будут, нет, ну, только там, если это им, например, там, не знаю, это в их интересах, то тогда да, если там четко по плану нужно сделать так, тогда обнимемся, вот, да, это люди скромные, к которым всегда можете обратиться, но есть у них один такой недостаток, вот если вы здесь в бизнесе, да, и сейчас понимаете, что вы желтого цветотипа человек, вот есть такая большая ошибка у этого цветотипа, они могут занимать деньги, и, а это, ну, вы же понимаете, что если вы отдали, скорее всего, ну, скорее всего, просто не вернут, это там, ну, лучше с деньгами сразу попрощаться, да, они постоянно всем занимают, и, ну, в большей степени им просто не возвращают деньги, и это, конечно, очень такая печальная история, а если, кстати, они займут, если вот зеленый, да, у зеленого попросишь занять, он что скажет, он скажет, так, давай расписку, вот еще такие проценты, вот в такой-то срок, желтый никакую расписку брать не будет, он просто по своей душевной доброте займет и все, вот, ну, и еще такой момент, знаете, если так из бытовых каких-то вещей смотреть, желтые люди, например, представьте, вот вы, не знаю, пошли в кино, вот вы звоните своему другу желтому и говорите, пошли в кино, он такой, не, у меня дела, ну, ну, да, он такой, ну, ладно, ну, ладно, он не хочет вас обидеть, да, а, кстати, зеленые, если вы позовете зеленого человека в кино, он вас спросит, а какой кинотеатр, а во сколько сеанс, а что за фильм, а какой рейтинг, да, а сколько стоит, он вас замучает вопросами, вот, синий тоже очень быстро согласится, даже спрашивать не будет, поедет с вами в кино, так, ну что, пойдем дальше, значит, красные, ой, это вообще, это очень прикольные тоже ребята, вообще, на самом деле, все очень классные, и, я не знаю, бывает ли какой-то гармоничный человек, наверное, да, вот, да, это нужно, опять же, работать над собой, кто такой красный человек, если вы слышите от человека, он все время говорит, я, 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 это красный человек, потому что он, для него что самое главное? Он сам, он сам на первом месте, все остальное вообще по барабану, кстати, все предприниматели, которые начинают, это все красные люди, потому что они просто не хотят на кого-то работать, кому-то подчиняться, они не хотят, они готовы взять все в свои руки и самостоятельно всю эту историю, значит, бизнес вести, вот, и это люди, которые про деньги, вот, все, кого вы сегодня видели, там, на слайдах, да, вот сейчас интервью, значит, спикеры, это все те люди, которые пришли исключительно за деньгами, и вот с этими людьми нужно говорить на языке их выгод, вот когда вы ведете переговоры с красным человеком, нужно говорить не о себе, не рассказывать, какой классный ЮДС, да ему вообще по барабану, он думает, так, а сколько я здесь денег заработаю, и нужно ему об этом говорить, о том, сколько он здесь денег заработает, говорить о масштабах, то есть это люди большой величины, это люди, которые постоянно с кем-то соревнуются, вот, кстати, вот у нас сейчас, да, промоушен на лидерскую поездку на Мальдивы, вот на лидерской поездке ездят красные, всегда, красные и зеленые, красные, я не знаю, синего, конечно, может быть, каким-то образом занесло, может же быть, вот бывает, я сейчас не знаю, есть такое, раньше у нас такие были истории, когда, значит, с одной стороны, значит, выстроена команда, куратор кого-то поставил, вырос перелив, и с другой стороны, например, там кто-то зашел, да, и пошла, значит, история, и он там закрыл, например, директора и куда-то поехал, но это крайне редко бывает, в основном, это происходит по-другому, так вот, если, например, синие люди зажигаются на Мальдивы, потому что они хотят отдохнуть, кто красные зажигаются на Мальдивы, потому что там будут все лидеры, а красные люди хотят, и, во-первых, тусоваться в окружении лидеров, да, потому что им же нужно расти дальше, и дальше, и дальше, вот, ну и вообще общаться, как бы, вот, не с кем-то, а вот с самыми эффективными людьми, вот, потому что там же о чем будут разговоры, о деньгах, о целях, о больших каких-то там планах, амбициях и так далее, и так далее. И вот эта вот история соревновательная, вот у нас сейчас была игра, да, вот этот соревновательный момент, их очень сильно это драйвит и зажигает. Красные люди, кстати, если говорить про внешность, они тоже очень яркие. Вот заходит, да, сейчас кто-то, например, в зал, все, вы сразу же увидите красного человека, потому что он тоже хочет себе привлечь внимание, потому что самый главный человек, это я, да, красный человек. Вот. Ну и, конечно, харизма и так далее. Кстати, если говорить про переговоры, вот, например, с синим человеком наберитесь терпения в плане общения, потому что они будут говорить с вами часа два. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, вы их не остановите. И не надо останавливать, пусть они выговорятся. Вы потом в конце ролик покажете на Мальдивы, все, и он ваш. Понимаете? А вот зеленые, например, они, вот там уже будет четко, сухо, по существу, никакой воды, показываем не цифры. Красному человеку нужно рассказать, например, про карьерную лестницу, про то, что здесь у нас есть, там, карьеристы, да, которые какие-то преференции получают. Кстати, вот завтра, да, у нас завтра какой день? закрытый. Как вы думаете, кто туда пойдет? Почему? Потому что без них это пройти не может. Как это без него пройдет закрытое обучение? Как без меня? Знаете, этот эффект закрытых дверей. На красных очень, кстати, круто работает. Вот. И вот этих людей нужно всегда, конечно же, хвалить. Вот, например, вы приходите к предпринимателю, да, ну, на встречу пошли, например, в кафе. Все предприниматели красные. И что вам нужно делать? Вам нужно похвалить его, сказать, ой, какое у вас замечательное кафе, а тут как классно сделано. А вот это вы сами тоже, да, или вам кто-то помогал? А расскажите, как вы такого успеха добились? И он начинает, да, он же хочет рассказать о своих достижениях, похвастаться и так далее, и так далее. Ваша задача просто сидеть, кивать головой и восхищаться. Серьезно, вот это да, вот это круто, какой вы молодец. А потом в конце он скажет, ну, что ты там, что ты там хотела рассказать-то? Ну, вот, UDS, 76 320 рублей. Он такой, все беру, да, и покупает. Ну, если он, конечно, похвастался. И еще, знаете, красные, они всегда спорят. Вот им важно доказать свое мнение. Есть такой анекдот. Значит, мужику говорят, слушай, мужик, ты козел. Он такой, я козел? Да нет, нет, ты на козла-то не похож. Это я-то не похож. Вот это, короче, тоже красные люди. Поэтому им надо все наперекор. Такие бунтари, да, в подростковом возрасте застряли. И вот эта вот история, вот, это и так, немножко в сторону. И, ну, это классные ребята, потому что это достигаторы. Вот в нашем бизнесе, вот я вам честно скажу, из своих девятилетних наблюдений, результаты получают красные, зеленые, зелено-красные, красно-жел. Сейчас я тоже об этом немножечко расскажу. Давайте вернемся вот к этому слайду. Чуть-чуть еще тоже хочется добавить и перейдем к практике. Смотрите, значит, видите, здесь есть вертикальная и горизонтальная, горизонтальные линии. Что это значит? Ну, вот, честно скажу, какого-то, вот такого ярко выраженного одного цвета у человека не бывает. В основном это два типа. И, например, там, не знаю, красно-зеленый, либо зелено-красный. И они не могут стоять на одной линии. То есть, смотрите, например, красные и синие, они не могут быть одновременно. Красный синим человек не может быть. Объясню, почему. Потому что синий – это про бла-бла-бла-бла-бла. Знаете, такая шутка есть? Бла-бла-было, бабла не было. Это вот прям про синих. И, кстати, знаете, еще хочу порекомендовать. Вот, если у вас в команде есть синие люди, честно скажу, они в нашем бизнесе не зарабатывают. У них вообще другой прикол. Они пришли пообщаться, потусоваться, в Сочи приехать там, чтобы там, не знаю, потусить до утра и так далее. Это на учебу. Они даже их нету. Они, может быть, там где-то вот сидят или там где-то тусуются. Пошли там смотреть горы и фотографировать и все такое. Так вот, синие люди, вот к таким людям лучше не подводить своих новичков. Почему? Потому что, когда они подойдут, что обычно люди спрашивают, новички? А сколько ты заработал? Обычно какие вопросы? Сколько ты заработал? А синие ничего не заработали. И он скажет, ну, типа, я там закрыл им один год назад. А сколько это? Это 48 тысяч рублей. Типа, ну и что? И понимаете, то есть это может дезориентировать вашего новичка, поэтому к синим лучше не подводить их к тем, кто действительно зарабатывает деньги, да, там красные, зеленые и так далее. Так вот, смотрите, синие и красные одновременно быть не могут. Еще раз напомню, синие не доводят дело до конца, потому что для них важно это отдыхать, тусоваться и так далее. А вот красные – это люди-достигаторы, которые двигаются по карьерной лестнице в нашем бизнесе, это люди, которые делают промо на всевозможные мероприятия, которые точно поедут на Мальдивы, которые точно будут завтра на закрытом обучении, да. А, кстати, еще многие из них сегодня, либо, например, сделают апгрейд, чтобы попасть на завтрашнее обучение, потому что мимо них это не может пройти. Либо они закроют какой-то статус, да, вот у нас КМ, чтобы попасть на вторую часть закрытую. Они будут прям до конца, до последних минут. Десять минут у меня осталось? Я не справлюсь за пять минут. Вот. Ну, съели мое время, придется мне тоже это сделать. Вот. И, значит, это люди, которые делают результат. Синие не делают. И зелено-желтые тоже не могут быть, да, тоже понятно, по понятным причинам. Это люди души, а там люди разума. И вот коннекта как такового нет. И человек может быть красно-зеленым, очень частое сочетание, либо красно-желтые. Кстати, вот тоже у меня есть куратор красно-желтые. Это, кстати, классное сочетание такое. Вот. И ищите в команду себе. И вообще на самом деле, вот в нашем бизнесе у вас должны быть разные цветотипы. Представьте, все красные будут. Это же с ума сойти. Или все, например, синие будут. Это ужас тоже. Вы там ничего вообще не заработаете. То есть ищите себе в команду разных людей, потому что тогда ваша команда будет гармоничной. Один помогает, другой организовывает, третий заводит всех на результат, да, а зеленый считает маркетинг-план и еще вас обучает этому. Ну, давайте тогда смотрите, что будем сейчас делать. Мы сейчас с вами поработаем. У нас с вами будет практика. Наша задача с вами сейчас… Давайте только еще договоримся. Вы, пожалуйста, ко мне не подходите после обучения. Они типа, хотя, определи мой цветотип, ладно? Вот. Вам, кстати, домашнее задание. Вот пока вы сейчас здесь в Сочи, да, с разными людьми, можете прям потренить, потому что это вам точно в бизнесе всегда пригодится. Прям между собой просто тренируйтесь. Вот. А сейчас мы потренируемся в двойках. Выберите себе человека, которого вы не знаете, рядышком с вами сидящего. Ну, так будет интереснее. Вот. И задайте ему вот эти три вопроса. Да? Сейчас я озвучу вам… А, видно же, да, там, наверное, каждому. Три вопроса. Первое. Как вы зарабатываете деньги на жизнь? Он расскажет, где он работает, чем занимается. Второй вопрос. Что вы любите делать в свободное время? И третий вопрос. Что вам нравится больше всего в вашей деятельности? У нас с вами, так как время сейчас очень мало, мы давайте будем делать как? Две минуты в одну сторону, да? Поможете, да, с таймингом? Ага. Ребята, мы пока еще не начали. Ку-ку. Алло. Две минуты в одну сторону и потом две минуты в другую сторону. И ваша задача не себя определить, а кандидата напротив. Окей? Все? Поехали. Время пошло. Время пошло. Продолжение следует... 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 Сейчас, сейчас пообщайтесь, обед же будет. Я понимаю, что вы устали. Я понимаю, что вы устали. Сейчас, заканчиваем уже. Ну что, удалось вам узнать цветотип? Удалось? Товарищи сини, я не знаю, как с вами работать. Ребят, ну давайте уважать друг друга, плиз. Тишина. Ну давайте будем взрослыми, правда. Все, сейчас пообщайтесь еще, дорогие синие люди. Все, сейчас это обед будет. Удалось вам узнать, поднимите руки, кому удалось узнать цветотип кандидата. Я сейчас, знаете, скажу, не все поднимают руки. Знаете, почему? Кто не поднимает? Кто? Зеленые, конечно. Им же нужно подоль, побольше вопросов, уточняющих вопросов. Что-то какие-то три, да? Ну это три базовых, да? Вы же потом можете как бы расширять эти вопросы, сами что-то придумывать и так далее. Ну это вот три базовых вопроса. Очень легко можно вот с этими тремя вопросами считать уже и понять доминирующий цветотип. Синие никак не успокоится. Вы уже бесите зеленых, даже желтых уже, наверное, выбесили. Ну что, давайте дальше пойдем. А кто хочет, чтобы я определила его цветотип? Сейчас руки подняли красные и синие. Не, желтые не поднимут, ну там же, пусть люди узнают. Я что, потом в перерыве? Красно-желтые? Не могут. Красно-синие не могут? Нет. А потому что красные хотят про себя, да? Про меня, пожалуйста. Я хочу стать, чтобы меня увидели. А синие почему? Они пообщаться хотят со мной. Энергию получить. Так, ну что, поехали дальше. Я не помню, какой там у меня слайд следующий. А, нет, подождите. Немножко еще подытожу и последний слайд. Еще раз, давайте по переговорам. Вот что очень важно. Вот вы когда научитесь определять человека по цветотипу, вы даже не представляете, как это сильно облегчает процесс переговоров. Даже просто на уровне звонка. Я просто сейчас поделюсь. Я, значит, когда пришла в бизнес, я сразу же, сразу же, в этот же день начала смотреть все обучения. Мне надо было сразу же начинать проводить встречи. Все, я сразу включилась и так далее. И мне сказали мои кураторы, что, Катя, надо работать без анализа. Вот сегодня, да, Диора об этом говорила. Не надо думать за людей, если вы только не зеленый. Не надо думать за людей. И говорит, приглашай всех. Всем расскажем. Ну, я как наивная девушка пригласила своего начальника. Приехал очень крутой куратор. Очень крутой куратор. Аж из другого города в Тюмени. Я пригласила своего начальника. Как вы думаете, как я готовилась к этому? Как я готовилась? Я прям, вы не поверите, я же новичок, все равно боюсь, там, за трою что-нибудь запереживаю. Понятно, что там я научилась за 12 лет эти переговоры, там, вот так, звонки. Но я же тут звоню по-другому. Тут же есть система работы. Мне же сказали, хочешь миллионы зарабатывать, действуй по системе работы. Я такая, все, вообще не вопрос, буду делать. Как скажете, мне нужен вот такой результат. Я пришла, честно говоря, за деньгами. И, значит, и я, чтобы все сделать как надо, выписала, выписала свой текст прямо на листочек. И по нему вот так вот ехала, я помню, в машине, ну, остановилась и прям по нему звонила. То есть, чтобы сказать все как надо. А мой начальник – это красного цветотипа человек. И знаете, как я ему позвонила? Я ему звоню и говорю, Сергей, ты знаешь, у меня к тебе есть разговор на миллион. Как тебе идея деньги заработать? Ну, и там что-то еще. А, я что-то там его нахвалила, та-та-та, что приезжает. Вот, значит, сейчас бизнес открывается в Тюмени новый, да, партнерский. Человек очень похож на тебя, такой же амбициозный, классный, продвинутый, как и ты. И я решила вас познакомить. Чтобы ты напрямую от него узнал информацию. То есть, я прям помню, мне кажется, даже где-то у меня в первых блокнотах есть текст. Так вот, я о чем? О том, что вот эта история очень важна. Подходите серьезно. Я вам, ребята, говорю, если вы научитесь и будете обладать вот этой теорией, да, не просто в теории, как сегодня вы послушаете, да, а на практике, я вам гарантирую 99% то, что у вас сделки будут закрываться вот просто легко. И на уровне звонка, когда вы делаете предложение, да, а мы же как шпарим по скрипту, как нам сказали, вот. А нам нужно от этого отходить. Нужен индивидуальный подход. Каждому человеку ключик-то помните? Нужно же подобрать каждому свой. И на уровне звонка, на уровне, значит, проведения встречи, да, с зеленым мы что будем показывать больше? Маркетинг-план, цифры, еще там что-то, да. С желтым мы скажем, что поедешь ли со мной, будем уже завтра помогать предпринимателям по всему миру, представляешь, с нашим классным продуктом. Синему что мы скажем? Поехали с нами, да, там на Мальдиву. Там ролик показали, все, он ролик за вас вообще всю сделку закроет. Ну и красному нужно говорить про деньги, про масштабы, про то, что он может быть первый. Поднимите руки тех, кто первый закроет премьера в своем городе. Повернулись, выдели, да, все понятно. Вот. И еще раз, если говорить с точки зрения бизнеса, ребята, каждый вообще, вы знаете, команда, она же, есть звездная команда, есть команда звезд, да? Нам же какую нужно команду создать? А? Звездную команду. И вот когда в вашей команде будут люди разных светотипов, тогда ваш бизнес будет расти и процветать. Ну, на этом все. Спасибо синим людям за то, что дослушали до конца. Зеленым за то, что посмеялись вместе с нами. Красным за то, что не спорили. Ну и желтым за душевное тепло. Спасибо! Сейчас еще раз расскажу. И еще я хочу сказать очень важную вещь. Как вы думаете, кто побежал? А мы еще никого не отпускали из зала. Сейчас будет важная информация. Я хочу сказать, что, смотрите, на самом деле, все как бы это классно и здорово, но самое главное, что я считаю, да, нужно делать в переговорах, это быть настоящим. Когда вы будете настоящим, тогда любая сделка закроется. Спасибо. Золотые слова. Екатерина Шорохова. Бурные аплодисменты. Я думаю, что это был сегодня самый лучший мастер-класс по такой практике. Вы согласны? Бурные аплодисменты. Бурные аплодисменты. Бурные аплодисменты. Бурные аплодисменты. Бурные аплодисменты.